Здравствуйте, мы сегодня собрались поговорить о моделировании экономики, экономических процессов. Вообще-то, с такой в общеведческой точки зрения, в общевидении, в общеводстве, интересна модель мировой экономики, глобальной экономики, процессов во всей стране, во всей экономике всей страны, а с точки зрения чисто практической, интересна модель предприятия, мелкого, крупного, среднего, я не знаю, какого-то вот такого. И вот на эту тему пришел к нам поговорить член-корреспондент Академии наук, заместитель директора по науке Центрального экономико-математического института Георгий Борисович Клейнер. Он еще и доктор экономических наук, и профессор, в общем, вот полный букет. Поддержит с нами наш разговор на эту тему зав. кафедры высшей математики МГГУ, имени Шолохова, Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, высшей математики, доктор педнаук, кандидат физматнаук, Александр Александрович Русаков. Так вот, на эту тему мы хотим поговорить. Центр Георгий Борисович, вот насколько вот эти вот глобальные модели, модели, модели глобальной экономики, вот типа той знаменитой достаточно, по крайней мере, в учебниках математики для экономистов, она, так сказать, воспета, модель Леонтьева, матричная такая, красивая, балансовая. Насколько они действительно реально вот, ну, так описывают экономики, эти процессы, или только это общий намек, как вот закон прибавочной стоимости Гарла Маркса? На самом деле, вот тот вопрос, который вы задали, может быть, это самый главный вопрос в нашей теме вообще. Насколько они описывают, и если описывают не настолько, насколько нам хотелось бы, то нужны ли они вообще? Ну да. Вот у меня ответ положительный на второй вопрос. И отрицательный на первый, если так можно выразиться. Это поясните мне, какой же был первый, какой второй? Первый вопрос, насколько они адекватно описывают экономику? Отрицательный. Можно ли, да, можно ли называть такие модели адекватными? И второй вопрос, ну, а если они не так адекватны, как нам хотелось бы, то нужны ли они вообще? Не тратятся ли громадные деньги впустую на существование целой индустрии экономико-математических моделей? У нас она более-менее выделена в отдельную сферу экономической науки, в частности, наш институт. Центральный экономико-математический институт считается профессиональным институтом в этой сфере. На Западе, если взять западную экономическую науку, там такого профессионального института, может быть, и не существует, но зато это носит распределенный характер и практически в подавляющем большинстве статей по экономике вы найдете рубрики «Постановка задачи» номер первый, «Модель» номер второй, «Расчеты» номер третий, «Интерпретация» номер четвертый и так далее. То есть индустрия применения математики в экономике чрезвычайно широка. В современной западной науке она ведет свое начало с 20-х, я бы сказал, годов прошлого уже века. В нашей экономической науке она пробивалась большими трудами, терниями и проблемами с конца 30-х годов, когда Леонид Витальевич Конторович сделал свой замечательный, гигантский, можно сказать, прыжок с места. Человек, который никогда не занимался экономикой, он сделал прыжок с места. Вот раньше был такой вид спорта, сейчас он отсутствует в программах соревнований, раньше был такой прыжок с места, без разбега, надо прыгнуть. И вот Леонид Витальевич сделал этот замечательный прыжок с места. Он разработал то, что потом стало называться моделью линейного программирования, и метод решения, примерно то, что потом стало называться симплекс-методом. И что завоевало отечественную экономическую науку в конце концов, и западную экономическую науку довольно быстро. Так вот, значит, все-таки вернемся к поставленному вопросу. Вот модель Леонтьева, замечательная модель, которая достаточно проста. Там рассматривается производство, ну, скажем, это можно рассматривать на уровне отдельного предприятия. В чем проблема? Проблема в том, чтобы предсказать, как из входа получается выход. У вас предприятие, оно закрыто для вас. Даже если бы оно было открыто, даже предположим, что вы директор этого предприятия, можете получить всю информацию о том, что происходит. Но как на предприятие заезжают машины с сырьем, с материалами, с тарой, заходят люди какие-то. Из этого в конце получается продукция, которая не похожа ни на те материалы, ни на этих людей не похожа, ни на те станки, которые были установлены на нем. Получается продукция в таком-то количестве, в таком-то ассортименте, таких-то наименований. Ну и как узнать, что получится? Наблюдать за входом. Так как же из этого входа получается выход? Достаточно сложный вопрос. И если кто-нибудь попробует описать это постадийно, буквально каждый элемент из этих входных материалов, из этих людей, из этих технологий, из этой информации, как они взаимодействуют друг с другом, задача обречена на неудачу. Это сделать невозможно. Нужно найти какой-то обходной маневр. Как поступают люди с данными ресурсами, желая достигнуть такой-то цели, например, получить заданную прибыль или заданный объем продукции. Как они поступают? И вот тут, здесь и вложили свою, это не лепта, конечно, это не малая единица, это очень крупное вложение. Здесь и есть вклад российской, между прочим, экономической науки, имея в виду то, что и Леонтьев в 1924-1925 году сделал свои работы на материале, правда, не предприятия, а межстрелевого баланса. Имею в виду и Леонида Ивановича Конторовича, который пользовался тоже линейными моделями, так же, как и Леонтьев, с несколько другими подходами. Вот здесь заключен вклад. Понимаете, вот сейчас какая ситуация? Студенты сейчас изучают экономику, главным образом, по западным учебникам. Даже когда эти учебники имеют авторов российских, все равно они зачастую списаны с западных учебников. И, к сожалению, возникает у студентов представление о том, что российская экономическая наука плетется, а, возможно, и будет плестись, в хвосте западной. Я поэтому подчеркиваю, что вот эти основополагающие моменты, которые заложил один лауреат Нобелевской премии, Василий Васильевич Леонтьев, и другой лауреат Нобелевской премии, Леонид Витальевич Конторович, оба, в общем, российские люди, хочу подчеркнуть этот вклад, который до сих пор мы ощущаем почти во всех направлениях экономической науки. Так вот, чем характерна была модель Леонтьева? Что, между прочим, многие не замечают, не знаю, как Александр Александрович на это ответит. Там удивительная вещь сделана. То, что производится, и то, что тратится, там сведены к одному временному периоду. Хотя кажется, что должно пройти время, если вы вложили что-то в дело, какие-то ресурсы, то для того, чтобы они стали конечным продуктом, должно пройти время. Вот открытие, что ли, или заслуга Леонтьева заключается не в том, что он что-то заметил, а в том, что он определил, что можно не заметить. Чем можно пренебречь. Чем можно пренебречь, да. Можно это и так сказать. Только сейчас до меня дошло, что действительно он пренебрег вот этим временным лагом. И вот тогда появилась, так сказать, знаменитая эта самая модель, значит, как там X плюс AX. X умножить на матрицу. Да. Или точнее говоря, так, X минус AX равно Y. Значит, валовое производство минус AX, то, что потрачено на внутреннее потребление, равно конечному продукту. Причем X это вектор столбец, Y тоже вектор столбец, а A это матрица. А это матрица, да. Матрица межотраслевых связей называется, да. То есть, сколько на единицу продукции какой-нибудь отрасли нужно потребить продукцию других. Если X это вектор, показывающий, сколько произвела каждая отрасль, то A это та самая матрица, о которой вы сказали. Значит, ну еще что не заметил очень удачно Василий Васильевич Леонтьев, он не заметил, что величины А и ЖИТ, которые показывают, сколько единиц продукции житой отрасли необходимо на единицу продукции ИТ, величина далеко не постоянная. Тем более в современном мире, где технологии меняются, где невозможно уследить за тем, что произошло в своей отрасли, а еще при связях, когда ты занимаешься другой отраслью, все это меняется и все это ползет, не ползет, это неверное выражение. Все это летит с колоссальной скоростью. И летит в том числе, уже в плохом смысле этого слова, и летит, и летят предположения, которые были заложены в модели Леонтьева. Если А и ЖИТ зависят от самого ИКСа хотя бы, то мы уже не получаем ту красоту, не получаем возможность исследовать решение. То есть модель перестает быть линейной, соответственно, и от нее мало что. Нет, она линейной остается, но связи более глубокие, матрица, действительно, если она зависит от ИКСа. Если она зависит от ИКСа, тогда А и ИКСа это нелинейный член, и она теряет, от линейности остается только один плюс. Ну, плюс линейная, плюс нелинейная часть, она все равно нелинейная. Так сказать, ИКС плюс А от ИКС умноженное на ИКС, это совершенно нелинейная вещь, и в общем, что с ней делать невозможно. И как строить эту матрицу? Ну, простите, пожалуйста, а вот неужели так быстро меняются межотраслевые связи? Достаточно медленная вещь. Все-таки технологии в масштабе, да в масштабе даже предприятия быстро не изменишь? Ну, вот, значит, современные экономисты говорят, что эти изменения в технологии происходят в 21 веке с чрезвычайной скоростью. Меняются и технологии базовые, которые лежат в основе производства каждого. меняются технологии, которыми оснащено каждое предприятие, потому что конкурентная борьба, распространение информации и то, что мы называли научно-техническим прогрессом, идет сейчас с такой скоростью, которая требует гибкости технологической. Не случайно мы делим предприятия на четыре группы. Первые, те, которые обладают стабильной технологией, которая мало меняется от изменения времени. Вторые, это те, которые обладают технологией, которых технология вообще не имеется, честное значение, которые ориентированы на конъюнктуру. Он не сам производит, а он производит то, что нужно рынку. Сегодня нужно одно, он будет производить одно, завтра другое, в меру своих возможностей другое, конъюнктурные предприятия. И есть предприятия, которые называются предприятиями технологического скачка, потому что каждые технологии меняются и выигрывают мировой конкуренции, сейчас конкуренция во многом стала глобальной, выигрывают те, кто умудряется предвидеть изменение технологии, умудряется предвидеть технологический скачок. И эти предприятия порой выскакивают из-за плеча тех, которые угнездились на старой технологии и опрокидывают всю отрасль, которая была. Ну, чего за примерами ходить? Мы только что с вами занимались на персональном компьютере, который возник именно таким образом, когда фирма IBM, признанный в мире производитель мейнфреймов, больших электронных машин уступила фирме Apple, которая производила маленькие машины с неопределенным будущим, выскочила из-за плеча большого во многих смыслах и перевернула отрасль. В итоге мы сейчас с вами не пользуемся совершенно ветвью, которая шла от машины IBM 360, которая у нас превратилась с машин серии ЕС. Где эти машины сейчас? Их нет в обиходе. А что есть? Есть маленькие машины, как их раньше называли, машины для домохозяек, с не специализированным. Никогда не слышу такого названия, кстати. Не специализированным. А потому что, вы забыли или не участвовали, а мне довелось по роду деятельности, я работал в 70-е годы, с конца 60-х. Работал в Институте электронных управляющих машин Министерства приборостроения, где вот эта вот динамика изменения укладов вычислительной техники проходила буквально через меня. И я видел, как мы пытались сформировать эти большие машины по образу IBM 360. И как неожиданно все это, как говорится, накрылось в тот момент, когда на арену экономики как хозяйства вышли вот эти персональные ЭВМ. И как специализация, которая, собственно говоря, и была предметом нашего института, специализация этих машин для отдельных отраслей народного хозяйства и для отдельных видов деятельности, как она напрочь уступила абсолютно универсальным вот этим вот системам, персональным компьютерам, PC. Сейчас этот PC отличается, ну, один помощнее другой, менее мощный. Специализации там практически никакой нет. И в математическом обеспечении, точнее говоря, в программном обеспечении тоже нет этой специализации. Вы пользуетесь одними и тем же Excel, что вы, что домашняя хозяйка. Ну, есть специализированные специальные программы, пакеты специальные. Но все-таки определенные специализации есть, кто, скажем, занимается обработкой изображением, там посильнее видеокарты. Посильнее, конечно, да. Посильнее. Но так, чтобы машина делалась под данную сферу, этого сейчас нет. Это будет. Несомненно. Просто должен был пройти определенный период. Так вот, значит, определенный аналог этой ситуации имеется и в математическом моделировании. Был разработан вот где-то примерно начиная с 30-х годов, был разработан такой ряд, спектр, что ли, моделей. К ним относится модель международных взаимодействий Леонтьева, которая на самом деле шире. Она касается не обязательно отраслей. Это могут быть системы, состоящие из N различных производителей. Важно, чтобы они производили разные товары. Вот это была одна из моделей. Дальше. Была разработана модель производственной функции, которая выражала достаточно сложным образом зависимость объема произведенной продукции от факторов производства. Обычно от небольшого числа. Вот, значит, мы имели модели Леонтьева, мы имели модели производственных функций, мы имели оптимизационные модели, которые идут от модели Конторовича, где к линейным ограничениям добавлялся критерий оптимальности. Вот, кстати говоря, я теперь могу сказать, дать ответ на тот вопрос, который, как бы, сам поставил. Как же узнать, что же производят люди, не заглядывая внутрь? Вот это... Внутрь производства. Да, внутрь производства. Внутрь производства, не заходя в цеха, не заходя, да. Да, глядя только на вход и на выход. То есть, воспринимая производство, как, так сказать, черный ящик. Черный ящик, да, тот самый черный ящик. Вот, значит, и ответ был дан с с необычайным изяществом, между прочим. Мы как-то это не замечаем, но это очень изящное и, так сказать, глубоко какое-то находящееся в русле науки открытие, которое отвечало на этот вопрос. Ответ был такой. Они делают... Мы не знаем, как там все это соединяется, но они делают так, чтобы прибыль, которая, получается, была максимальной. Вот в этом довольно коротком утверждении заключается огромная описательная сила, которая берет начало вообще в общей теории полезности, что... что... как люди поступают? Почему мы здесь сейчас с вами разговариваем? Почему студенты приходят в институт и слушают нас? Разные теории существуют, разные парадигмы в экономике, которые отвечают на этот вопрос. Вот классическая, и, точнее, неоклассическая теория, основанная на понятии полезности, она отвечает так. Мы с вами здесь собрались потому, что считаем, что полезность, которую мы получим именно от этого занятия, именно в это время, является наибольшей. Считаем. Считаем. Мы можем пойти пиво пить, а не разговаривать о высоких материях. Значит, кто-то так и поступит, возможно. Кто-то поступит еще как-то. А мы поступили так, чтобы максимизировать наш критерий полезности. Оказывается, что критерии у нас у всех троих совпали, что и привело нас сюда, чему нельзя не порадуются. Ну вот, значит, и вот этот самый выход на критерий, как на объяснительную переменную, это было, конечно, в экономико-математическом моделировании революционным открытием. Ну, причем этот критерий не обязательно реально достигнутым. Вот так они считают, что они достигли. Вот принято такое право-решение. Кстати, иногда это может быть и ошибочным принято решение. Я не считаю, что-то ошибочное, что мы собрались, но что-то бывает ошибочно. Ну, надо было изменить структуру производства. Надо было делать не пишущие видеоплееры, а обычные непишущие, скажем. Это было бы выгоднее. Пришли на рынок кто-то слишком рано с пишущим каким-нибудь там устройством. Да, конечно. Эти решения приходилось принимать в тех рамках, которые производство допускает. делать. То есть, им кажется, они могли ошибиться. Интересных историй, связанных вот с появлением, например, шариковых ручек. Как заменялась классическая ручка с перьеваем. Да, как это происходило. И там вот такого рода решения были решающими. Я помню, как в Советском Союзе пытались наладить производство шариковых ручек. Это была драматическая история. Поистине. Но не отвлекаясь на это, хочу сказать, что да, вы правы. Много решений принимаются. Но вопрос в другом. В обобщенном понятии, в обобщенном понимании можно говорить о том, ради чего принимаются эти решения. Перейти на другой тип ручек, чтобы получить максимальную прибыль. Останетесь на перьевых ручках, прибыль упадет. Двинетесь на гелевые ручки, перед вами открытая дорога. Вот эти вот оптимизационные модели, которые состоят из описания возможного поля решений, которые вы можете принять, и критерия, которые указывают вам, какое из этих решений выбрать. Это индустрия таких моделей, как я говорил, начиная с 30-х годов, чрезвычайно сильно, эффективно развивалась буквально до последних времени, до конца 90-х годов, когда эти модели, вот именно они, большей частью, встречались вот в статьях, где вот во втором разделе, который называется модель. И они сыграли свою роль, но я боюсь, что они ее отыграли. А в каком, так сказать, контексте они отыграли тут? А вот в 40-х годах этой идеологии максимума полезности был нанесен сильный удар. Первый удар сделал Герберт Саймон, который ввел понятие ограниченной рациональности. Вот то, о чем мы с вами говорили, человек принимает решение, зная свои ограничения, мы с вами можем разговаривать здесь, пойти пить пиво или разойтись по дому. Предположим, три варианта. И нам известно, что этих вариантов три, и известно, что влечет каждый из них. В одном случае, если мы войдем пиво, мы получим полезность там пять, если в другом, другой какой-то и так далее. Так вот, значит, известно поле выбора, и известно, что повлечет за собой каждый. То есть известно значение целевой функции. Значение целевой функции, да. Вот этой ситуации был нанесен мощный удар. Знаете, вот это вообще очень интересная и опять же драматичная история. Я сейчас занят редактированием перевода книги Фрэнка Найта. Это такой чрезвычайно известный, знаменитый экономист американский, который в 20-30-е годы сделал несколько совершенно блестящих работ. И вот я сейчас редактирую этот перевод, ощущаю глубокое удовлетворение, глубокий интерес. Настолько тонкие вещи к понятию, что такое цель. Действительно ли вы стремитесь сказать? Во-первых, как вы ее сами понимаете? Ну, спроси я вас о цели. Ну, что вы мне можете рассказать? Ну, нечто общее. Ну, нечто... Или я вам сам подскажу, в каких терминах следует отвечать. Наша цель – коммунизм. Когда-то было такое. Но цель человека, там, хочу получить знания. Если вы спросите студента, хочу получить знания. Хорошо. Почему вы пришли в современную гуманитарную академию? Хочу получить знания. Неполный ответ. Можно и в другом месте получить знания. Еще как-то говорить. Вот оказывается, что задача на самом деле не имеет решения. Человек не в состоянии сформулировать свою цель. Мысль изреченная есть ложь, а цель изреченная есть заведомая ложь. И вот Найт отмечает, что одна из причин, почему это ложь, состоит в том, что человек никогда... В сколько-нибудь сложной ситуации... Ну, если вы хотите выпить воды, ваша цель – выпить воды, выпить воды. Но в сколько-нибудь сложной ситуации, в сколько-нибудь общественной ситуации, когда это не только ваше дело, оно связано с другими, а в сколько-нибудь экономической ситуации. Получается картина, при которой вашей целью никогда не является только достижение определенного результата, но еще и является создание возможностей для формулирования следующих целей. Или ощущение того, тех целей, которые должны были бы у вас быть. Не в примитивном случае со стаканом воды, а в серьезном случае жизненного выбора. То есть те цели, которые могут возникнуть в следующий период деятельности. Да. Это чем-то напоминает динамическое программирование, да? Да, если угодно. И вот по Найту вот этот вот хвост в будущее, хвост кометы, который направлен не в сторону, не назад, а направлен в будущее, в отличие от комет, которые являются, так сказать, неживыми созданиями, человек, а по некоторым там воззрениям еще и животное даже, но во всяком случае человек, он свой хвост распускает не только сзади, как павлин, но и спереди. Он обозревает, не всегда сознательно, это некоторая связь между коркой и подкоркой, он обозревает будущее. И когда он формулирует цель, то он с одной стороны имеет в виду удовлетворение каких-то потребностей, которые у него есть. С другой стороны, создание поля возможностей для удовлетворения будущих потребностей. И с третьей стороны, попытка реализовать те цели, которых ему бы следовало придерживаться, исходя из того, что есть хорошо и что есть плохо в этой жизни. Вот это вот... То есть такие вот неформулируемые... Очень сложно. ...так сказать, количественно, да? Вот хочу получить большую прибыль. Ну, все понятно, так сказать, одномерная какая-то задача. Да, я вообще, так сказать, если говорить всерьез, я вообще вот эту вот, так сказать, расхожую, а я бы сказал даже пошлую фразу, что цель предприятия это максимизация прибыли, я ее совершенно не поддерживаю. Считаю, что это огрубление, не то огрубление, которое позитивно сделал Леонтьев, и не то огрубление, которое в задаче о разрезе фанеры сделал Конторович, а это огрубление, которое является просто невежеством. Что такое прибыль? Это такая же цель, как и средство. Если, конечно, вы собираетесь прибыль, этот доход ваш взять и свалить в офшор, и закончить свой бизнес. Я понимаю, это я могу понять. А если вы собираетесь продолжать свой бизнес, тогда эта прибыль является вашим средством. И выходит, что вы называете целью то, что является полем будущих возможностей. То самое, о чем мы говорим. Вы эту прибыль распределяете. Ее, конечно, в ответ на это, когда я говорю, значит, если в студенческой аудитории, а как же без прибыли? А при чем тут без прибыли? Да, прибыль нужна. Но она нужна в самом производстве. Вы ее вкладываете. Если вы бизнесмен, если вы эту цель формулируете, так сказать, как управляющий, вы вкладываете ее, она развивает, ваше производство растет, вы расширяете свои возможности. И так продолжается. В этом смысл производства. В этом смысл производства. А не в том, чтобы получить. Смысл для меня взять эту книгу, это не в том, чтобы ее получить. И вот, чтобы она здесь в том, чтобы ее прочесть. А еще лучше понять. И она, в свою очередь, развивает меня. Я хочу прочитать другие произведения этого автора и так далее. Смысл получить прибыль? Смысл получить прибыль, это лишь одна из частей. Ищи потом, как ее потратить, потом во что реализовать. Для чего это прибыль? Конечно. А если мы ставим эти, то мы находимся опять в кругообороте. И вот, значит, все это я говорил для того, чтобы подчеркнуть, какие реально проблемы стоят перед теми, кто хочет управлять производством на основе серьезного, в том числе и модельного анализа. То есть, в математике это, по-моему, называется не четко определенное множество, да? Как-то так. Тут вот целевая функция, это на самом деле не совсем четко определено. Это может быть темой отдельного даже разговора, что такое неопределенность и какими средствами ее моделирует современная математика, хороши и достаточны или недостаточны, нуждаются в улучшении эти средства. Во всяком случае, можно сказать, что необходимо двигаться по этому пути. Мы двигаемся по нему, начиная, на самом деле, с более ранних времен, чем даже 20-30-е годы, но это движение должно быть ускорено. Об этом, может быть, поговорим потом. Да. Спасибо вам большое. Да, оно так хорошо, вот мы тут не говорили. Вообще так здорово, интересно, как бы коллекцию послушали. Правда, такое настоящее. Спасибо вам большое. И спасибо публике за внимание. Всего доброго. Спасибо.